Пилот самолета Ил-76 Игорь Орлов Новейшие образцы вооружений и военной техники – все это военно-технический форум «Армия-2021», который открылся на Рощинском полигоне. Посетители увидят более 150 единиц стрелкового оружия. Всего на выставке представлено более 70 образцов военной техники. Здесь бронетранспортеры, боевые машины пехоты, зенитные установки, артиллерийские орудия, а также другая военная и специальная техника, современное вооружение и экипировка военнослужащих. Вход на выставку бесплатный. Кто они? Новые герои Тольятти, кто прославляет свой город в губернии, стране и мире. Имена таких тольяттицев назвали на ежегодной премии «Люди города». Одно из самых масштабных мероприятий «Автограда» уже в седьмой раз проводит журнал «Город». Благодаря журналу «Город» появилось это событие. И за все эти годы мы стали свидетелями ярких судеб, прекрасных, замечательных, порой героических поступков, великих достижений и очень благородных деяний. Среди награжденных – успешные предприниматели, политики, артисты, общественные деятели и спортсмены. О людях надо говорить, потому что достойные люди рассчитывают на то, чтобы люди окружающие понимали, что вот та работа, которую они выполняют, она для всех людей, для окружения, для городского сообщества. И поэтому лишний раз сказать им слова благодарности – это тоже очень важно. Мы представляем наш гонбольный клуб «Тольяттинский», всем известный, и выдвигаем серебряную призерку «Токио» Ольгу Фомину. Она является игроком нашего клуба. И я думаю, что весь город, вся губерния должна знать своих героев. В Самарской области установлен временный запрет на проведение любительской и спортивной охоты на территории охотничьих угодий. Это связано с пожарной обстановкой в регионе. Очень серьезные возгорания со значительным материальным ущербом произошли в целом ряде муниципалитетов Самарской области. В Борском, Кенельском, Клявлинском, Хворостянском районах и в окрестностях Тольятти. Только за один час выявлены десятки должников. Сотрудники ДПС совместно с судебными приставами при помощи специального мобильного комплекса. Вновь выявляли на дорогах города неплательщиков, тех, кто не оплачивает штрафы. Что грозит гражданам, которые своевременно не погашают задолженность или вовсе уклоняются от оплаты. Все подробности у корреспондентов канала Тольятти 24. Оплачивайте долги вовремя. Каждую неделю сотрудники ГИБДД совместно с отделом судебных приставов проводят рейд с использованием мобильного комплекса судебный пристав. По выявлению водителей, которые не оплачивают административные штрафы, услуги ЖКХ, кредиты, а также алименты. Все чаще граждане уклоняются от оплаты за должности. Но стоит понимать, что уйти от оплаты долга никак не получится. Рейды подобного формата проводятся на постоянной основе. На дороге города выходят сотрудники ДПС совместно с судебными приставами. И при помощи мобильного комплекса судебный пристав выявляют неплательщиков. На этот раз сотрудники госструктур работали в зеленой зоне, в районе яхт-клуба. Буквально за час были выявлены десятки должников. На территории городского округа Тольятти регулярно проводятся рейдовые мероприятия. Госавтоинспекции совместно со службой судебных приставов исполнителей направлены на выявление граждан, которые уклоняются от добровольной уплаты штрафов. Гражданам предлагали оплатить задолженность на месте. В противном случае можно было лишиться своего транспортного средства. Работа по взысканию назначенных административных штрафов проводится в первую очередь с людьми, имеющими по 10 и более штрафов, либо с задолженностью более 10 тысяч рублей. Их машины могут арестовать, если задолженность по платежам превышает 3 тысячи рублей. Судебные приставы напоминают, что административный штраф должен быть оплачен в установленный законом срок. К неплательщику могут быть применены дополнительные санкции, штраф в двойном размере, административный арест до 15 суток, либо обязательные работы сроком до 50 часов. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok